Приветствую вас! Вообще говоря, плохое предчувствие связано, как правило, с интуицией с точки зрения психологии, то есть с точки зрения психологии это интуиция. И я бы сказал, что для начала, для начала вам надо бы вот именно, если мы говорим, если говорить именно с точки зрения психологии, да, то для начала вам нужно бы понять, откуда вообще плохое предчувствие взялось. Вот. Откуда плохое предчувствие взялось и каковы его, собственно говоря, причины. Вот. Самое что, ну и сейчас раз повторюсь, плохое предчувствие не появляется случайно, само по себе. То есть это говорит об определенной, о какой-то, о какой-то работе вашего подсознания. Вот. Что это за работа подсознания я, конечно, не знаю, потому что, ну, ваша история мне не знакома. Но совершенно очевидно, что по какой-то причине, или может быть по ряду причин, вы нацелены на вот этот самый, скажем так, негатив. Негатив. Вот. То есть вы его либо боитесь категорически, опять же по ряду причин. Либо вы не просто боитесь его, но еще и хотите его, я имею ввиду этого негатива. Вот. То есть, ну, такая история, она, в общем-то, бывает. Была такая история, когда человек хочет вот именно негатива. Что он ему, как бы, нужен. Как будто бы. Хотя, безусловно, да, если вот так спросить, то человек ни в коем случае его не хочет, ни в коем случае его не желает. Вот. Но, тем не менее. То есть, вот, очень важно, чтобы у вас не было таких аспектов. Чтобы это не было, к примеру, какой-то неудовлетворенности вашей. Да? Вот. Которая, которая выражалась бы вот так. То есть, которая выражалась бы в виде вот такой, ну, в виде такого поведения. То есть, если этого нет, если этого нет, и если вы вполне счастливы, вполне довольны жизнью, то предчувствие – это свидетельство. Ага. Это именно свидетельство определенной работы вашего пацана. Пацана. Ох. 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 И это очень важная история. Может быть, с вами, ну, действительно, происходит, может произойти или происходит что-то негативное. И тут нужно ориентироваться исключительно на себя. Вот. Может быть, может быть, это просто страхи ваши, ну, какое, в принципе, тоже может быть. Вот. Так что нужно исследовать, нужно исследовать и смотреть. Я полагаю, что только это, только это может прояснить ситуацию. Вот. Не больше, не больше, не меньше. Что можно добавить? Добавить можно то, что иногда интуиция, иногда интуиция, в частности, вот, такая плохая интуиция, да, то есть интуиция на негатив, связанная с тем, как вами воспринимаются посылы ваших родителей, к примеру. То есть, если, например, вы счастливы сейчас, то вы, может быть, запрещая себе быть счастливой, ожидаете негатива. Ну, и в таком случае, конечно, вы будете испытывать плохое предчувствие, вот просто потому, что внушаете себе, что вашему счастью, допустим, что-то угрожает. Вот. Другое дело, конечно, что это не так. Но это уже детали. Как видите, с точки зрения психологии, у интуиции может быть достаточно много интерпретаций, и так или иначе, на мой взгляд, не следует, как-то, вот, пренебрегать ею. Вот. А наоборот, посмотрите, что она может значиться. И вы сделаете свою жизнь как минимум счастливее, как минимум свободнее, как минимум интереснее, как минимум спонтаннее, и как минимум более искреннее, потому что, ну, вот сейчас, на данный момент, игнорируя, игнорируя свою интуицию, вы вряд ли можете чувствовать себя хорошо. Вот. Опять же, да, поправьте меня это, я ошибаюсь, но вам это доказать дискомфорт. Вот. И вот просто, видимо, надеяться на то, что он уйдёт сам с собой, дискомфорт, я имею в виду. Вы не можете. И надо сказать, что правильно. Правильно, что не можете, потому что... Очень хорошо, что вы обратились к нам на ресурс. Вот. Вопрос только, правда, к кому, к кому вы обратились, это вот не совсем понятно. Но если к психологам, то это очень хорошо, потому что мы можем вам помочь, мы имеем себе для этого ресурс. Так что выбирайте себе психолога для работы и начинайте интересную и увлекательную, а главное, полезную, значит, работу по исследованию себя. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Г-14